Девушки отдыхают 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 На эту роль главной героини одна за одной пробовалася много известных актрис. Но Рязанов выбрал неведомую. Это тоже очень много значит было, и вероятно, мужчины-то текут сразу, все соображают. Эльдар Санчев старше меня был, по тем годам это большая была разница в возрасте. 13 лет, сразу же, значит, один у меня кусарский костюм и вперед. Имею честь, поручик Жевский, вы Скорнет? Мундир у вас, конечно, Павлоградский. Все, к чему я как бы стремилась и была готова, вот все было как вот мне, вот прям вот на блюдечке было подано. И лошади, и сабли, и фехтование, и прыжки, и проскоки на лошадях, и гусарский костюм. И люди в основном были же мужчины в кадре. Только одна женская роль была Татьяна Ивановна Шмыг, но она только один раз приезжала на съемочную площадку, и два раза была в павильоне. А так сплошные мужчины. А мне почему всегда с мужчинами было легко и просто. Мне это право, это право все равно, зато невеличаю трусом. Давным-давно, 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 давным-давно! После фильма «Гусарская балада» у Голубкины появилась целая армия фанаток. Девчата вдавали из себя гусарок, разговаривали басом, курили. А Голубкина, как могла, боролась с всем этим. Отповедала на большую количество листей, переконивала, но свой жизненный выбор она уже сделала. Стала актрисой Центрального академического театра Радянской армии и занурилася в свет кино. Она снялася в кинофильмах «Как вас теперь называть?», «Дайте жалобную книгу», «День счастья». Зиграла царицю в сказке о царе Салтане и рядовую Зою в кино эпопеи «Освобождение». А также симпатичную комедийную роль в телефильме «Троя в лодке не считая собаки» в компании Андрея Миронова, Олександра Ширвинта и Михаила Державина. Она могла бы сниматься и чаще, пропозиции хватало. Та вимогливість до матеріалу змушувала Голубкину відмовлятися від багатьох ролей. У неї вже була планка – Эльдар Рязанов. Молодой Эльдар Саныч во время съемок, я помню, в перерывах между съемками, где-то там в доме отдыха мы жили, мог поиграть на гитаре и что-то попеть. И вот он пел тогда старинные романсы, какие-то песни о Куджаве. И я кое-что перенимала у него. И, в общем, может быть, даже с легкой руки Рязанова я перешла на романсы. Потому что, когда мы записывали «Лунные поляны», я запела таким большим оперным голосом на записи. И он сказал, если так будешь петь, возьму другую какую-нибудь артистку, которая запишет нормальным голосом «Лунные поляны». «Пой, как актриса». И вот с его легкой руки я стала немножечко, так сказать, по-другому менять свое исполнение. И уже оперной певицей я, конечно, не стала. Но романс я стала петь. И вот этот прекрасный романс о бедном гусаре, первый раз я услышала в исполнении Эльдара Саныча Рязанова. Он сам себя аккомпанировал и пел. И я пела этот романс. А потом вообще Эльдар Саныч снял фильм о бедном гусаре. Правда, музыка была уже написана композитором Петровым. Вот. Но я до сих пор, если у меня сольный концерт, то я обязательно пою о бедном гусаре. И замолвите слово. Валентині Тализиній было 33, коли Эльдар Рязанов запросил ей сниматься в фильме «Зигзаг удачи». Обратите внимание на платья из белых кружев. Сверху бесформенное, снизу суженное. Вона была актрисой Московского академичного театру Моссовета и зіграла уже в трех кинокартинах. Тебе это очень деталь. Але по-справжньому знаменитою ей зробило саме рязанівське кино. Ощущение было, что я играю в хорошем очень сценарии. И очень хорошую роль. Вот это было ощущение. Я не думала, чтобы было ощущение, что это будет фильм, который останется живой 50 лет. Пройдет 50 лет, и он еще живой. Алевтина Васильевна была женщина незамужняя и поэтому энергичная. Всю нерастраченную женскую нежность она расходовала на общественную работу. Товарищи!